Вот где-то вот так. Вот тоже видно было. Козырёк получается. А, козырёк на постели. Алексей с супругой живут в доме на улице Набережной с 91-го года. Недавно сделали в нём свежий ремонт. Обновили обшивку, заменили двери. Вода, пришедшая буквально за несколько минут, перевернула всё вверх дном. Всё затопило. Вот, начиная от нашего дома, он сразу видно, по окошке видно, чернота. Вот, представьте, тот участок чудово ещё на высоте стоит, чем на моём. Ещё один дом в самом центре посёлка, он пострадал чуть меньше. Вода дошла до окон и полностью затопило двор и огород. Как признаются его жильцы, когда они вошли в дом, вся утварь плавала буквально под ногами. Мы-то немножко убрали документы, чуть-чуть повыше. Думали, там, может, заварники, оказывается, в метр. Помогают и помогут, наверное, так. Глава вашей, Айсен Сергеевича, верю. Короче, беды нет. И таких домов в селе больше двух сотен. Практически все они в разной степени попали под разгул стихии. Первая очередная задача – восстановить документы и оценить ущерб. Это документы, подтверждающие право на недвижимость, выписка из ИГРН, свидетельство о состоянии налогового в учёте, ИНН. Также СНИЛСы. Помимо этого, мы принимаем заявление на оказание единовременной помощи, единовременной выплаты и оказание финансовой помощи при утрате имущества первой необходимости. Ситуация в селе Хатырык и других пострадавших от паводка населённых пунктов Намского района на особом контроле республиканских и федеральных властей. Сегодня ход восстановительных работ проверил глава Якутии Айсен Николаев и глава МЧС России Александр Куренков. Деньгами финансово помогут, а вот то, что касается работы непосредственно и администрации населённого пункта, и вот Айсен Сергеевич как представитель, как руководитель республики, обязательно помощь будет. В самом селе большой воды уже не осталось. О недавнем разгуле стихии напоминает только частично затопленные несколько дворовых территорий и вот такие вот затопленные внутрипоселковые дороги. Впереди самое главное – восстановительные работы по всем фронтам, чтобы как можно быстрее вернуться к прежнему ритму жизни. Пётр Васильев, Георгий Григорьев, село Хатырык, Намский Улус.